немножко напрягает шум дороги единственное конечно голым с утра не походишь потому что стекла ну да ладно то есть за 500 долларов можно купить квартиру с первые на первой линии еще и с видом на море сегодня я добрался наконец до макинжаури первый обзор дома в макинжаури стартует сегодня меня зовут александр шорт скажите просто какую должность вы занимаете в компании селево групп мы находимся сейчас макинжаури на пляже и будем смотреть сегодня дом который называется сила его называется компания застройщик как давно существует компания еще пока молодная существует два года понятно в комплексе будет один дом или два один он до расскажите нам поподробнее немножко про дом обязательно мы сейчас находимся на берегу макинжаури да сейчас я вот так покажу что батуми у нас вот в той стороне сколько расстояние отсюда до батуми отсюда до батуми где-то 5-6 километров до центра города где-то 10 минут на машине 10 минут на машине так а от комплекса до моря сколько расстояние примерно 30 метров до дороги наверное 3 нет до дороги там 10 а тут вот мы вами 50 нет где-то 30 30 50 метров я просто покажу что комплекс находится вот здесь соответственно с него переходя вот так дорогу железную дорогу мы попадаем к морю давайте тогда пройдем непосредственно в отдел продаж да и уже там посмотрим планировки стоимость всего остального давайте тогда построим разговор в формате я буду задавать вопросы вы будете отвечать я так понимаю что интервью не каждый день доедет да немножко легкий дискомфорт есть ну понятное дело так давайте начнем с самого главного дом который находится у нас 50 метров от моря сколько в нем этажей нам всего 12 этажей 12 этажей в квартире продажи включая девятого этажа последние три этажа уже проданы а то есть 3 из 12 продано получать строительство дома началось год назад а когда сдается дом то он сдается через три месяца через три месяца декабря в декабре месяца что может помешать дому сдаться коронавирус разрешительный документ все преграды уже все преграды уже пройдены отлично замечать то есть уже ничто не хорошо сейчас уже получается подняты все этажи то есть какой сейчас основной этап работы сейчас основная работа идет на фасад 3 стороны дома уже закончили три фасада сделано закончено сейчас осталось только покрасить этот фасад и маленькие детали детали например газ провести вот свет уже уже начинается работаю свет тоже то есть разводка инженерной коммуникации там плюс отделка фасада а чем вы отделываете фасад фасаду фасад мне это фаном есть такой материал влагоустойчивый как как и ферд это фан называется беталл очень редко потом их вот очень качественный и дорогой вот того того как мы решили сделать фасад из этого материала три месяца мы держали в воде и с этим материалом ничего не случилось форму не потерял так что это гидроустойчивый материал я почему спросил потому что он находится очень близко к морю да как бы и понятно что барай карает тут умрет вообще очень быстро ну это хорошо что вы не сэкономили и в какие деньги для покупателя теперь это все вылилось понятно от 500 долларов вы сказали а квартиры в вашем доме сдаются в каком виде сдаются в черном каркасе желание и белый каркас издавать квартиру отлично а самый дорогой квадратный метр сколько получаю основа даже на 9 этаже не такая цену мы снизили 800 долларов это самый дорогой квадратный метр это прям такой панорамный вид что можно умереть и часть хорошо сколько стоят работы по белому каркасу белый как вас не стоит 60 долларов за квадратный метр 60 долларов за квадратный метр стоит 200 долларов без мебели электроники без мебели электроники то есть под ключ так меня продолжает интересовать на самом деле цифры да то есть 500 долларов мы услышали самый дешевый квадратный метр в 50 метров от моря а статус у этого жилья какой дом квартирный квартирный хорошо а газ в этом доме есть то есть он будет газифицирован он будет газифицирован соответственно отопление будет тут индивидуальные котлы да насколько хорошо ремонт значит еще раз белый каркас 70 и 60 60 даже долларов с квадратного метра и 200 это прям ремонт под ключ ремонт под ключ но без мебели ну понятно а вариантов с мебелью техника его нет не предлагаете так вы предлагаете сколько примерно то зависит от мебели качество технику тоже среднем 300 350 долларов а сколько стоит самая дешевая квартира на сегодняшний день в вашем доме самая дешевая квартира у нас стоит 26000 долларов 26 тысяч долларов то есть у вас большие получается получается минимальная площадь у нас 48 квадратов 4860 а таких совсем малютах там студии нет маленьких то есть квартира только для людей которые любят жить широко хорошо насчет 48 квадратов это что получается у нас отдельной спальней с отдельной а мы же мы с вами сразу посмотреть планировки да не за так это у нас сам дом там с какой стороны от дома море вот это передняя сторона вот этих квартир то есть здесь у нас находится море хорошо и у нас на море смотрят квартиры 48 и 5 квадратных метров на все все эти квартиры смотрят на мой этаж и сами за этих задних квартир тоже открывается видно море с балком то есть за 500 долларов можно купить квартиру с первые на первой линии еще и с видом на море да с балкона только вот боковой балкон который дойдет то есть его так видно море отсюда хорошо а здесь у нас прекрасно вид на города таки понимает эта сторона города эта сторона ботанического сайта ботанический садвина из вашего данных с верхних этажей ладно сейчас сходим обязательно посмотрим так хорошо расскажите тогда пожалуйста мне сколько вернее какая будет коммерция и что ну что будет вообще на нижних этажах будет какая-то коммерция на нижних этажах будет магазин уже будет будет ресепшн у нас устроить если клиент захочет сдавать квартиру мы можем его сдать сколько стоит обслуживать комплекс в течение года год примерно 300 товара получается это за обслуживание лифтов уборка подъездов и 2 также охрана тоже охрана а видеонаблюдение будет то будет видео наблюдением это очень важный момент на самом деле а еще такой вопрос дом строится по новым регуляциям или по старым то он строится по новым регуляциям все пожарная безопасность в этом доме учительную то есть там получается вот это герметичное помещение для лифтов до которая должна быть пожарная сигнализация это просто очень сильно удорожало стоимость строительства на самом деле я помню что я вот общался застройщиками хорошо но тогда значит 300 лари это в год на 100 долларов и соответственно в месяц то есть 8 9 долларов в месяц за поддержание комплекса газифицирован он будет и здесь можно будет поддерживать проблагородки а тогда пойдемте а мы вспомнили важный момент до когда дошли по фасадам да то есть нижняя часть дома будет сделана поликарбонатом хорошо и фасада люкабон то есть вентилируемый фасад его сейчас монтируют хорошо давай фасад я еще дома немножко сниму он правда весь в строительных лесах еще просто облик самого дома принципе понятно то есть он будет такого нейтрального и 100 песочного цвета да немножко мокрого песка хорошо мы приехали на девятый этаж да с нами сразу тогда по всем планировкам пройдемся от самой маленькой до самой большой 48 квадратов давайте самая красивая какая а да это же просто праздник какой-то это же просто песня да 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 я с удовольствием и тут уже ничего не построят и вот это панорамный вид это отлично немножко леса мешают обозрения но в принципе очень классно да все я понял за что за что надо покупать ваш дом здесь будет стекла до стоять но это кстати тоже этот материал как-то связали так что это масляная краска наверно получается сама алика алюминий хорошо так пойдемте по планировке тогда немножко посмотрим здесь у нас на внешней части что растите что у нас тут будет это самый посад а вот то что вы называют а бутафон это вообще что это камень или что вот в нем несколько компонентов носить дерево лисе цель 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 а я понял то есть он выглядит внешне как плитка по сути да и он от влаги не страдает довольно практично он похож на мрамор я бы так сказал а вот это что такое это временная какая-то конструкция убрать котел хотел и агрегат швабру я понял здесь в принципе балкон достаточно широкий то есть можно приземлиться с утра я считаю что и попить кофе вполне себе да единственно конечно голым с утра не походишь потому что стекла ну да ладно я думаю что этот минус можно простить спасибо так вот планировки давайте прикинем это квартира у нас 48 квадратных метров до значит планируется у нас скорее всего санузел вот в этом кусочки здесь же скорее всего у нас выйдет спальня хозяйская а вот эта часть она чуть-чуть чуть-чуть пошире за счет вот этой стенке которая чуть шире здесь у нас встанет большая кухня гостиная при желании можно вот так отделить я думаю что еще и прихожку но на самом деле я не фанат а смысле вот сюда установить кухня да вот слив я вижу что под нее есть да и здесь сделать гостиную да хороший вариант мне нравится пойдемте дальше допустим я чуть более богатый клиент у меня есть возможность купить чуть побольше квартиру давайте а с какого от любого дает а завид на море без варианта это 55 спальню давайте я немножко пофантазирую значит здесь у нас санузел при входе сюда мы заходим у нас что получается у нас а выделить вот сюда комнату как спальню с отдельным входом со входом либо отсюда либо отсюда здесь у нас гостиная где у нас встает кухня по логике сливы где у нас под кухню кухня тоже здесь а кухня вот сюда то есть санузел вот здесь кухня встает вот сюда а где коммуникации для кухни вот то можно присоединить а вот отсюда они берутся с этого санузла да в принципе логично я согласен и здесь будет 3 хозяйская спальня с выходом на балкончик да то есть еще один 55 квадратов у нас будет снова ну тут балкончик прямо скажем поменьше конечно но вид на море все еще крутой немножко напрягает шум дороги но от него уже никуда как говорится не деться так а это получается у нас в зеори garden зданием звук нет а не деться да где дальше да да это кто это может то есть здесь получается вот идет застройка линии вот с этой стороны ура шумиша нет она вид в принципе не закроет да то есть вот мы смотрим с этой квартиры и видим по-прежнему потрясающий вид на море до класса я согласен то здесь получается можно спать вот здесь ставится у нас спальня да наверно да хорошо давайте посмотрим следующую планировку в этом доме давайте представим как будто я самый богатый из покупателей и мне хочется сколько здесь метров 63 квадрата здесь также планируется у нас две спальни да насколько я понимаю так но тут у нас большой входной коридор здесь у нас встает санузел опять же да дальше мы движемся сейчас я про фантазирую тут у нас отлично выходит спальня потенциально можно две спальни на самом деле я тут оставил одну хорошую спальню а здесь сделал кухню здесь бы сделал гостиную там бы сделал встроенный шкаф скорее всего вид на горы вид на море это пойдемте на балкон и самое вкусное все-таки это балкон и так и они будут стеклянные хорошо будет такая достаточно современные что что внешний вид у дома так здесь у нас хорошо и сам самую угловую самую дальнюю квартиру вот в этом доме да тоже хотелось бы посмотреть сейчас посмотрим на квартиру наверное тогда уже поднимемся наверх это 60 здесь квартира целое путешествие мы заходим у нас вот тут остается санузел здесь у нас выход я думаю что из гостиной на балкон ну тут кстати потенциально тоже можно сделать 1 комнату до 2 комнату и кухню-гостиную с выходом на балкон да почему бы и нет то есть тут останется коридорчик по которым мы проходим в хозяйскую спальню и остается небольшая комнатка вот здесь вот как вариант 2 спальня комнатку эту сторону да 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 так сейчас разрешите я с вашего позволения о какой балкон классный я же знал я же не просто такой квартир шоу я как раз сюда и хотел так что у нас по виду по виду у нас вот этот дом сколько он пять этажей да то есть квартиры в этом доме до пятого этажа будут смотреть вот в этот дом а выглядит этот дом конечно печально хотя 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 нет все таки я думаю что высокий этаж вот это как вот это мне больше всего нравится здесь балкон такой интересный квадратный и это хорошо здесь вид на море который надеюсь не закроется ничего да в принципе нам ничем и не закроется да и и и тут еще здесь у нас две спальни то есть квартира идет получается по всему периметру пойдемте еще тут балкончик посмотрим так ну это кстати тоже довольно большой а в этом доме площадь балконов суммарно сколько квадратов наверно 10 10 квадратов но и здесь у нас получается балкончик с видом на соседние дома новостройки на это с одной стороны но не очень тесно то есть не как в центре батуми дом дом поэтому сейчас попробуйте вот так делать вместе вот отлично умеете могете все проходите нормально я потом посмотрю еще кадры что получится отлично вот там дельфин и плавает посмотреть сейчас попробую не вижу а вон 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 вижу это вон вон еще да и вон и вон и вон то есть пять точки я вижу где они ныряют вот я вон там плавник видел ну круто круто от пойти поплавать с ними большое спасибо давид за предоставленную информацию желаю вам много клиентов но и режима по этому дому дом находится в махинжаури это удаленно достаточно от батуми из несомненно плюс это то что он находится почти у самого моря при этом сразу параллельно минус все-таки дорогу нужно переходить и железную и обычную ценник на него достаточно недорогой то есть 500 долларов на первой береговой линии ну естественно в батуми таких цен нету при этом я замечу что дом с ценником эконом-класса самом деле строится по уровню чуть выше чем эконом-класс потому что там будут стеклянные балконы очень красивые естественно края в подъездах это признак скорее эконома при этом надо сказать что фасада не действительно делают влагостойкие соответственно дом не потеряет свой вид там через несколько лет это очень круто кстати батумский вокзал поэтому 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 если кто-то любит махинжаури то хорош такой вариант и недорогой